Братья и сестры, слава Иисусу Христу, слава нашему Господу, Богу Спасителю. 19 урок. История христианской церкви. История христианства на Руси. О расколе, я говорил о старобляческом, который унес много жизней. И все это, будем так говорить, очень сильно просто-просто в истории христианства скомпрометировало, что ли. Вот такой традиционализм, такой обряд доверия. И вот с того момента, наверное, на Руси много было проклятий всевозможных. Потому что реформация должна была быть на основании Слова Божьего, но ее не было. Была реформа чисто обрядовая, которая ничего хорошего не могла принести просто-напросто. И еще, почему еще столько много кровушки было пролито, почему столько много беды этой пришло в то время? Потому что перед тем была хмельничена, эпоха хмельничены, да, воссоединение, как считается, России-Украины. То есть, получается, Россия подмяла под себя уже Украину. Но в Украине были большие проблемы. И в России западной, и в Белоруссии антисемитизм был политикой церковной. И порядка больше полмиллиона евреев было вырезано, истреблено тогда казачеством. И это стало как бы проклятием, которое принесло потом, я убежден, и вот такие тяжелые последствия этого раскола. Потому что если бы не вот эта бойня еврейского населения, то могло бы быть, наверное, по-другому все. Но такое ощущение, что просто-напросто как бы бесы вырвались на свободу тогда, по всему пространству Руси в те времена. Церковь одобряла убиение евреев, но в живых оставляли лишь тех евреев на Руси, что принимали православие. Поэтому принятие православия было единственным спасением от смерти в то время для евреев. Но даже те, кто принимали православие, над ними все равно еще на моклов меч этот висел репрессии. Потому что если потом выяснялось, что они где-то тайно там субботу соблюдали или там ребенка обрезали, мальчика, то, конечно, это влекло с собой смертную казнь. Как, допустим, было во Львове, когда почти целая община еврейская приняла православие, они спаслись от смерти, от бойни. Но потом узнали священники, что, оказывается, тайком они в субботу не работают, вечером в пятницу свечи зажигают, таких не женщины, шабатни, и своих младенцев они обрезают. И вот армия казаков вернулась и просто-напросто вырезала всю еврейскую общину во Львове в то время. И в Гомеле, резня в Гомеле была просто потрясающая, там была настоящая бойня мирного населения еврейского. Но там, опять-таки, перенадобойней, когда за город, за Гомель, в поле, сейчас там уже сам город, центр города, тогда это было за городом, вывели там тысячи и тысячи евреев, которые спасались не только из Белоруссии, но и из разных местечек небольших Украины. Их вывели в поле и окружили казаки, и вышли вперед священники православные, поставили крест, иконы, и зачитали пославие, что если кто из евреев согласится принять православие, поцелует иконы, встанет под эти знамена церковные, то тем будет сохранена жизнь, а кто откажется, тех убьют. И когда вышли раввины с разных там местечек украинских и белорусских, и они запели вот эту молитву шма, то казаки просто кинулись, они восприняли это как бунт, как непослушание, противление, и кинулись на евреев, и всех порубали. Потом раненых по крови искали и добивали, и, значит, бойня была массовая. И жители Гомеля, значит, тоже пострадали, потому что они сдавали евреев, но казаки, значит, потом бросились на сам Гомель и, по сути, уничтожили этот город в то время. Потому что, как бы, ну, видимо, кровь опьянила их, они дальше бросились на убийства и грабежи просто-напросто. Хотя перед тем обещали, что если не выдадут всех евреев, значит, то Гомель будет не тронут, и его оставят в покое. Но получилось, что когда гомельчане сдали евреев, они тем самым себя не спасли, а, значит, тоже пострадали. Вот, и после вот этих массовых боин, как раз вот, как раз в середине, это все было 17-го столетия, перед расколом, как раз все это и происходило, значит, и потом начался вот этот раскол. Очень страшная история, очень страшное событие. Трудно объяснить их просто так вот, естественно, что вот был раскол. Потому что этот раскол официально Новобрядческая церковь, православная, русская православная церковь, Московская Ториархата, до 1971 года проклинала староверов. С 1666 до 1971 года. То есть вот до недавнего времени буквально. В 71 году, когда был собор в Москве, избирали нового патриарха, избирали тогда Пимена, Московской всей Руси. До Алексея II был еще патриарх Пимен, он был избран в 71 году на соборе. Так вот, и на том же соборе одним из спикеров, ну, главным спикером даже, был митрополит тогдашний Ленинградский и Новгородский, значит, Никодим, который как раз именно и настоял о том, убедил участников в том, что пора уже снять эти анафемы, проклятия. Потому что по именно проклятиям церковным, наложенным еще в 1666 году, все люди православные, которые крестились двумя перстами, они прокляты и прочее, прочее, прочее. Вот, и на соборе в 71 году было заявлено, что отныне постанавливаем, как бы, что неважно, сколько пальцев складывает человек, значит, там, два пальца, три пальца, что это не является принципиальным спором, и что все анафемы считаются, как бы, недейственными, как бы, отныне. Вот, и на том же соборе в 71 году было принято решение, значит, начать такое молитвенное полное общение с католиками. Признали раскол церкви, который состоялся в 1054 году, тоже недействительным, то есть и то, и другое признали прятвы недействительными. Вот, значит, слава Богу, что, значит, все-таки состоялось это в 71 году. КГБ было так разъярено всем этим, потому что это было вне протоколов КГБ. КГБ заранее, значит, все выступления регламентировало, но Никодим нарушил все весь регламент. И на Лубянке было просто переполох после этого, потому что иностранные были гости, и резонанс был очень мощный, конечно. Никто не ожидал, что Никодим решится на это выступление. Ему говорили, что если он выступит, то ему не видать своей жизни даже. И, значит, чекисты угрожали ему. И после этого собора на Лубянке было экстренное заседание КГБ СССР, которое постановило физически ликвидировать этого митрополита Никодима. И ликвидация была поручена спецагентам КГБ, значит, и его просто-напросто физически устранили. Официально в некрологе было опубликовано, что он скончался от приступа сердечного. А на самом-то деле только лишь в 91 году были документы рассекречены этого секретного заседания в 71-м году. Документы, где генералы и представители ЦК КПСС были на заседании экстренном о физической ликвидации этого митрополита. Он был реформатором, на самом деле. Он очень многие вещи... Именно на Никодиме держался тогда, вот именно в этот процесс ликвидации этих анафем и примирения между христианами. Никодим в своем выступлении, он говорил так, что православный христианин может причащаться с другими христианами, с другими динаминацией. Причащаться. Посещать костел. И это не является ересью. Это нормальная христианская любовь, нормальное христианское общение. Никодим допускал католиков, протестантов к Чаше, причащая их в Ленинграде тогда. И это было... Он был человеком с другими мозгами совсем. Кстати, меня руководил священники архиепископ Симон Рязанский-Касимовский. Потом митрополитом он был Рязанским. Так вот, он был тоже один из... Как раз с команды Никодима, будем договорить. Один из его учеников, один из его последователей. Никодим, он впитал в себя тогда... Никодим Ротов впитал в себя такие лучшие традиции обновленичества 20-х годов. И очень много постарался. Если бы... Могло бы все по-другому вообще. Но он ушел как мученик, этот человек. И старобрядческий раскол, как считается, именно Никодим закрыл последнюю страницу в этом расколе. Хотя, она до сих пор не закрыта. Потому что, ну, уже сколько поколений прошло, сколько боли. Знаете ли, сколько поколений людей выросло в этой боли. И тем более, староверы еще так и не своего слова не сказали, что, значит, ну, мы прощаем вас. Значит, и еще, вдобавок, из-за скоропостижной смерти Никодима, все осталось только лишь на бумаге собора. Не было покаяния, не было со стороны официальной церкви публичного покаяния. А Никодим, он убеждал в 72-м году уже провести публичное покаяние. Перед католиками, перед протестантами, перед, значит, староверами. Первыми, чтобы участники, чтобы епископы, митрополиты ставили на колени и просили прощения. Но КГБ не могло это допустить. Они были просто напуганы очень сильно таким движением. Тем более, что Никодим выезжал за границу. И очередной выезд за пределы СССР был как раз в кап страны. В кап страны. В Италию и в Европу. И КГБ не могло допустить этого. Чтобы вот такое реформаторское движение в СССР было внутри православной церкви. Но ликвидация Никодима, это было, конечно, достижением КГБ. Но это было и позором советского государства, конечно, очередным позором. Но в церкви были посеяны семена некоторые. Некоторые семена реформации. В Ленинградской духовной семинаре Академии вот с того самого времени все-таки сохранялись традиции тоже обновленчества. Вот отдельная история. Хорошо. Я хотел бы все-таки из истории христианства на Руси еще вам сказать интересное. Но это запомнили, да, эту дату? Кстати, после смерти Никодима не нашлось, к сожалению, ни одного епископа в Русской Православной Церкви, который бы эту тему дальше развивал. Тайные его ученики сохранились, да. Некоторые говорят, что и Кирилл, нынешний патриарх, он кабанин из учеников его последователей. Но это не так. Никто из тех, кто называл себя учениками, никто не решался поднимать такие вопросы, которые поднимал Никодим Ротов в Ленинграде и в Новгороде Великом. И скажу, что это были предпосылки реформации определенной такой. В христианстве на Руси некоторые мы запишем такие события, интересные события. Некоторые имена. Некоторые имена. Вот имена, да. Числа. Начнем свои сейчас. Некоторые имена записывать. Ну, во-первых, Петр Первый. Я буду говорить не об истории, а вообще об истории христианства. Что касается истории христианства на Руси. Петр Первый. Какой вклад его был в историю христианства на Руси? Положительные и отрицательные вклады были. Судите сами. Он, ну, минусом таким, считай, большим его, был цезарепопизм, конечно. Цезарепопизм. Он был махровым цезарепопистом. Он устранил патриаршество вообще, как таковое. Патриаршество. То есть, церковь, она потеряла вообще главенство своего руководства, как таковое. Церковь с времен Петра Первого стала абсолютно цезарепопизмской. Если до Петра Первого она была так, цезарепопизмской, но все-таки при формальном независимом управлении, как бы, были патриархи свои на Руси, да, в России. Но Петр Первый и это формальное руководство ликвидировал полностью. Вместо патриарха был чиновник государственный, представитель императора. Там в своде законов Российской империи было написано, что глава церкви его императорское величество. То есть, сам государь-император был главой церкви. Он взял частично британскую модель, где королева является главой церкви англиканской. Взял частично попийскую систему, но развил свою, создал свою цезарепопизмскую такую систему, где он сам император был главой церкви. И до самого 1917 года, в своде законов Российской империи, было написано, что глава церкви его императорское величество. Не было патриархов своих. И упразднил сенот, он полностью... Ну, как сенот? Сенот был, но он потерял независимость. Собрание епископов воздавлялось чиновником, оберпрокурором священного сенота. И вел духовный регламент, новый церковный устав, по которому священники обязаны были стучать на своих прихожан, доносить на своих прихожан в полицию, в жандармерию, по случаям преступлений. То есть тайной исповеди священников. Священникам император повелел, по сути, нарушить для благих намерений, для нужд полиции, для нужд секретного управления, тогдашнего царского КГБ, будем так говорить, ФСБ. И, в общем-то, священники обязаны были на своих прихожан доносить, используя таинство исповеди. Конечно, людям это не объявлялось, люди по-прежнему полагали, что священники хранят тайну исповеди, но, хотя о них и догадывались, но священникам по уставу полагалось. В семинариях это вдалбливалось в голову, что они обязаны именно в целях здоровья, жизни, безопасности государя императора, его семьи и прочее, поступать таким образом. И до самого семнадцатого года, с 1700 по 1917, священники были 300 лет обязаны, 200, 200, были обязаны доносить на своих прихожан. И потом, что еще после Петра-то? Во времена Петра были некоторые реформы. Петр, он его как бы так вот бросал, аштормило. У него были и хорошие идеи. Перевод Библии на русский язык. Одна из его первых идей, которую он принес с Европы. Он же был на Западе, он бывал в Европе. И одна из первых его идей, это была идея как раз именно борьба с суевериями и Библия на русском языке. Не нашлось грамотных переводчиков, но он обратился к неправославным священнослужителям. Один лифляндский пастор, пастор с лифляндии, не помню его имени, он взялся за перевод на русский язык тогдашний всей Библии, Ветховой и Нового Заветов. Говорят, было сделано даже два разных варианта, но оба варианта пропали. Петр передумал, видимо, как раз именно издавать Библию на русском языке. Он пошел другим совершенно путем, к сожалению, таким цесарифопийским путем. И во времена Петра был такой профессор Тверетинов, Дмитрий Тверетинов в Москве. Это был грамотный человек, который собирал на домашние группы много людей у себя в доме и в других домах в Москве для чтения Писания, рассуждения над Библией и молитвы своими словами. В общем-то, это были ранние такие православные, евангельские такие уже православные. Они также посещали храм православный, но они во вне храма во время читали Библию и молились своими словами. В общем-то, Дмитрия Тверетинова репрессировали, весь этот кружок разогнали. Свобода, которая вот-вот проклюнулась тогда в России, она снова закрылась, к сожалению. Потом, при Екатерине второй, запомним еще некоторые имена. Ломоносов. Вот скоро 300 лет, исполняется как раз в ноябре месяце, исполняется 300 лет со дня рождения Ломоносова Михаила Васильевича. Я был не так давно в Архангельске на севере, там проводил семинар. И как раз я посвятил этот семинар как раз именно памяти Ломоносова. И этому юбилею, 300-летия Ломоносова рождения. Потому что о Ломоносове как о ученом говорят, как грамотном человеке, но, к сожалению, как о христианине о нем почти нигде не говорят. Почти ничего не пишут. Очень мало где что пишут о нем. Дело в том, что даже официальная церковь фактически мало упоминает Ломоносова, потому что он, ну по сути он протестант, он не вписывается в православные рамки. Да, он был среди староверов, да, он был среди православных, нововеров, как бы староверов, нововеров. Но свое обращение он пережил именно за границей, в Германии. И там же он был и проповедником, там же он и женился на дочери церковного старосты в Кальвеницкой церкви, и их венчали, в котором был проповедником, он там же и был повенчан. Потом он вернулся, хотя он формально посещал православный храм, но его идеей была информация о православной церкви. Он писал примерно следующее, что по поводу старославянского языка на богослужениях, он писал, что мы его не понимаем, старославянский язык. Он предлагал на новом русском тогдашнем языке, на российском языке, именно богослужение и писание читать. И он не просто предлагал, он сам и сделал некоторые переводы, что с описалами других фрагментов из писания, что читаются на богослужениях, на богослужениях, перевод на русский язык. Но переводы эти забраковали, забраковал Синод, к сожалению. Хотя через 100 лет после этого решения Синода, неправильного, конечно, эти переводы были признаны шедевром российской словесности 18-го столетия. То есть переводы были хорошие, но Синод просто пошел на то, чтобы запретить понимать Библию, запретить понимать богослужения прихожанам. Знаете ли, большой грех взяли на себя эти люди, это митрополитбюро, как можно назвать его, взяло большой грех на себя, очень большой. Потому что сколько поколений россия могло бы слышать писание на понятном им языке? Сколько поколений россия могли бы слышать и понимать богослужение? О чем мечтал Ломоносов, собственно? Чтобы богослужение было понятным. Ломоносов, Бог дал ему таланты, он знал хорошо языки, и в Германию поехал, по сути, не зная немецкого языка, на ходу, на лету схватывая немецкий язык, на лету схватывая учение. Он увидел, что его сверстники имеют привилегию большую. Его сверстники могут слышать писание, слышать служение на понятном им немецком простом языке. То, чего лишены были россияне в то время. Сегодня уже 21-е столетие, но по-прежнему те же самые старо-славянские переводы, священный славянский язык и прочие мерзости. Кстати, в Москве я одному из священнослужителей вопрос задавал, в 95-м году, да, вопрос задавал, почему бы нам не перейти на русский язык? Тогда в Москве были пробы отец Георгий Кочатков, отец Георгий Чистяков, Александр Борисов, другие священники пробовали на русском языке проводить служение. Сергей Сергеевич Аверинцев, академик, ныне покойный уже, тогда очень много выступал за переход церкви на русский и современный язык. Он сам переводил и, в общем-то, очень много говорил об этом. Ему говорили, что, Сергей Сергеевич, вы академик, вы занимаетесь наукой, вы же не священник, вот вы идете в церковь как реформатор. Его обвиняли в этом. А он говорил так, заходя в храм, я снимаю шляпу, но не голову же. Слава Богу. Ну, а тот священник, священнослужитель высокопоставленный в Москве, мне сказал вот следующее, цитирую. Грамотный прихожанин – это самый опасный прихожанин. Знаете, вот так вот. Я думаю, может быть, в чем-то другом. Как бы жила сейчас Россия, если бы все были христианами. Больше большинство хотела. Чтобы большинство, да. Вообще, это, конечно, очень важно, чтобы было понятно в служении Писания. Но, к сожалению, идеи Ломоносова, они легли в стол, и они не публиковались. Если публиковались, то только лишь среди тех, кто знал это. И во времена Ломоносова, ну, кстати, украинский Ломоносов, тогдашний, значит, сковорода Григорий Савич, тоже учившийся за границей, тоже подвиживший обращение там, значит, в Германии. И, вернувшись в Украину, он отказался от карьеры священнослужителя и, значит, стал странствующим таким философом, проповедником в форме сказок, притч. Рассказывал евангельские эти постановления, правила и, в общем-то, притчи Иисуса в стихотворной форме. И доносил до людей истинную евангельскую такую. И Григорий Савич стал, вот, на самом деле, притечей реформации такой в Украине. Очень много сел при нем, через его эти сказки, басни, притчи, значит, стихи переживали обращение к Богу. И это было очень сильно, конечно. И уже в Харькове, на Холодной горе, когда он жил, значит, уже на старости лет, ему в Лавру Киево-Печерскую предлагали переехать и, значит, быть, как-то, написали письмо такое, лаврские, эти религиозные лидеры. И написали, что так вот так, вот, будьте столпом веры в Лавре Великой. А он написал так, ответ, он за словом в кармане лез, такой острый был на язык такой человек, даже в старости. И он написал, что довольно вас, вот, столпов окаянных в этой Лавре Великой, в этой Вавилонии Великой, говорит. То есть, он такой, очень резко, конечно. Ну, он уже мог себе позволить такое на старости лет, тем более, что пользовался высочайшим покровительством императрицы, значит, то есть, как бы, ну, да. Но написал довольно резкое такое письмо по поводу Вавилонии Великой и их столпов окаянных. Да. Ну, еще. При Екатерине Второй был период реформ. Небольшой совсем, но начавшихся было реформ. Иван Иванович Мелиссино, запомните, Мелиссино, Иван Иванович Мелиссино, образованнейший человек во времени. Иван Иванович Мелиссино в 60-е годы 18-го столетия был оберпрокурором Священного Синода. Назначен был императрицей Екатерины оберпрокурором Священного Синода. Иван Иванович Мелиссино, его портрет, наверное, единственный, хранится в МГУ. Значит, он был одним из первых директоров Московского Государственного Университета. И его императрица Мелиссино, Иван Иванович Мелиссино, его императрица назначила оберпрокурором Священного Синода. Мелиссино, почему, в общем-то, кстати, Екатерина эту идею взяла как раз у Ломоносова. Перед смертью она посетила, значит, Михаила Васильевича на квартире его в Санкт-Петербурге. И, значит, имела с ним беседу. И фактически все то, что говорил Ломоносов, ну, последние слова его с императрицей, Екатерина все это исполнила, по сути. Даже назначила такого человека, реформатора, оберпрокурором Священного Синода. Правда, к сожалению, Екатерина, она впоследствии этого человека сняла с должности и его, по сути, репрессировали. К сожалению, испугалась она реформ, очень радикальных реформ. Но в экономике, в политике, в чем Ломоносов ей давал советы, во всем был успех. Я уверен, что если бы дальше Екатерина пошла бы и в этом отношении в религии, по совету Ломоносова, то наверняка была бы реформация, была бы хорошая реформация. Но так получилось. И вот Мелиссину Иван Иванович в 1765-м он стал оберпрокурором Священного Синода. Он поступил очень радикально, конечно. Он предложил сразу, буквально с первого же года своего оберпрокурорства, предложил программу реформ. Книгу свою он назвал «Пункты». Книга «Пункты» – это как лютеровы тезисы, наверное. Так можно сказать проще. Эта книга, она была рождана членом Священного Синода для ознакомления епископом Церкви Православной. И, конечно, большинство епископов просто схватилось за голову. Что предлагал Иван Иванович Мелиссину? Он, в принципе, предлагал многие вещи. Во-первых, служение на понятном языке. Полностью перейти на переводы Ломоносова и сделать дополнительные переводы всех текстов Писания и всех текстов Богослужения на простонародный русский язык. Значит, он предлагал так. Ну, есть много пунктов. Я зачитаю некоторые из них, допустим. «Очистить церковь от суеверий, от притворных чудес и суеверий касательно мощей и икон. А для разбора этого дела составить особую комиссию из разных неослепленных предрассудками особ. Ввиду ослабления суеверий, в шестом пункте говорится, отменить обычаи ношения образов, то есть икон по домам. Нечто убавить из продолжительных церковных обрядов, в избежание молитвы языческого многоглаголания. Отменить множество в поздние времена сочиненных стихи, канонов, тропарей, то есть богослужения сократить. Значит, назначить краткие моления с полезными поучениями народу. Прекратить содержание монахам, которого великого кошта стоит. То есть монастыри на самофинансирование должны были перейти. Архиерейские кафедры дать женатым священникам, то есть чтобы епископы были не монахи, а женатые. Были епископом по предписанию апостола с законами женами сожить и иметь. То есть епископы должны быть женами, жить вместе с женами. Ведь до сих пор в России, в православии, в частности, как раз епископы, они православные, они не женаты, монахи. И те священники, допустим, которые хотят сделать карьеру и подают надежды, какие-то определенные такие перспективные священники. Если они женаты, допустим, и им предлагается быть епископами, то они должны развестись. И, к сожалению, очень много судеб поломано таким образом. Тот же самый покойный Алексей II. Только после смерти многие узнали его вторую жизнь, о которой при его жизни мало кто знал. Священники знали, но простой народ обычно не знал такую историю, что он был женатым человеком. И развелся, потому что ему предложили карьеру. Он был священником, его жена Вера Риттегер, она поддерживала, она тоже пела на клиросе. Но потом ему предложили сделать карьеру, быть епископом. А для этого нужен был развод, и они развелись. По религиозным мотивам как раз таки развелись. И потом она сошлась с другим мужчиной, жила. Но, к сожалению, он стал монахом и епископом, потом стал патриархом, на самом деле. Но и в России очень много епископов, которые раньше были женаты, но по решению церкви, их решение, они разведены. Ну, я просто неинтересно, я тоже как-то хотел развестись, но мне указывали совсем на другое. На что? Ну, что богом не это, не хочешь, чтобы люди разводились. Есть, конечно, одна лазейка там, по прелюбодеянию. И это единственное, что можно, ну, как бы, по какому поводу можно разводиться, в принципе. А больше нельзя. Понятно. Терпи, не нравится. Терпи, что-то. Но, к сожалению, в православии есть такое одобрение разводов именно по вот такой статье, будем так говорить. Это раньше было тоже, это с покор веков, не знаю, православие-то с древнейших времен. Ну, значит, если священник, он собирается быть епископом, то они разводятся. Раньше было еще жестко даже. Раньше было жестче. Раньше было, если, к примеру, они разводятся, да, это должна быть договоренность у них, у мужа и жены. Жену отдают в монастырь женский, а он идет, значит, становится монахом, значит, и постригается монах, и становится епископом. Я просто слыхал, что в протестантстве, чтобы быть, например, пресвитером, нужно быть мужем одной жены. Ну, в Библии написано, да. Так что, если у тебя порядок с семьей, значит, ну, у тебя порядок и в твоей пастве, как бы, ну... Апостол так и говорит, да, и Павел, и вообще-то это нормально, это так должно по Библии. Но, к сожалению, видите, из-за отступничества. Да, я еще дочитаю кое-что, значит, из того, что Мелестина говорил, ну, вкратце, вкратце, опять-таки, есть много очень материала. Значит, отменить обычаи поминаний усопших. Мелестина предлагал молиться за живых, чтобы в храмах по всей России, Российской империи, чтобы молили за живых, за императора, за, значит, людей, но не за упокой. Значит, и потом, ну, много других еще вещей, но это самые основные, конечно, это самые основные. И понятно, что Екатерине второй пришлось выдержать шквал просто вообще натиска, потому что фактически весь епископат выступил против. Они публично не выступали против, но все Екатерине так иначе высказали свое мнение, что это Пугачевщина, это раскол. В конце 60-х был целый, ну, назревал большой раскол, как бы, по сути. Но Мелестина предлагал просто епископам своих любовниц легализовать, тайных своих жен легализовать, и своих детей, которые, ну, тайные были, по сути, значит, их легализовать. Это нормально, то есть, ну, значит, к сожалению, не решились епископа на это и даже обозрились на него. И, к сожалению, репрессировали Мелестину, он умер без вестности совершенно, но Мелестина опирался на Писание. В своих пунктах он ссылался на авторитет Писания, на текст из Писания. Сам он был знатоком Писания хорошим, знатоком он знал греческий, Евангелие знал на память. Значит, Тору Пятикнижие на иврите знал на память, пять книг Моисеевых. Значит, был знатоком еврейского языка и греческого языка. Был образовывающий человек своего времени. Значит, и не даром он был один из первых дикторов МГУ, который именно Мелестину, он, по сути, МГУ поднял. Ну, это был Ломоносов, он, который вдохновлял. Но Мелестину он поднимал МГУ на европейский уровень, чтобы университет московский был именно европейского уровня. Значит, но, к сожалению, программа церковных реформ Мелестину, она потерпела вот неудачу. Из-за того, что императрица отказалась в дальнейшем от поддержки этой программы. За эти годы, пока Мелестину был оперпрокурором, некоторые сдвиги были, конечно, да, об образовании священнослужителей, изучении писания в семинариях шла речь. И, как бы, немного было посеяно Слово Божье, но, к сожалению, дальнейшее не продвигалось. И вот, еще, в том же самом 18-м столетии, что еще мы запишем? Я говорил, некоторые имена запишем, некоторые события. Давайте запишем Духоборов, Духоборы. Кто такие Духоборы? Слышали Духоборы? Духоборье, Духоборчество? Духоборы и Малакани. Вот, запомним вот эти два течения. Духоборы и Малакани. Кто это такие? Это вчерашние обычные православные христиане, которые начинали читать Библию, начинали молиться своими словами, проще говоря, но это из народа движение. Видите ли, в 18-м веке была попытка реформации как сверху, так и снизу движение шло. Но и то, и другое потерпело неудачу. Было еще, видимо, не время Духоборы и Малакани, от слова молоко. Кстати, Малакан часто судили за то, что они нарушали пост в то время и пили молоко, на самом деле, во время поста. Да, это была уголовная статья в те времена. В те времена, во время постов, все православные были обязаны поститься. Вот, если ты пил молоко, допустим, если ты был крестьянином, тебя пороли, заблевали в солдаты, могли отправить во строк на несколько лет в тюрьму. За систематическое нарушение постов. Жандармы и полиция должны были, у них было много обязанностей, в числе прочих, и следить за соблюдением постов и постных дней. Дворянство обычно отделывалось штрафом, если они, допустим, нарушали пост. А вот крестьянство наказывалось очень, ну, жестоко наказывалось пароли и, значит, ссылали в Сибирь, могли сосать в Сибирь даже при нарушениях. Малакан часто судили по этой статье. Их находили виновными в нарушении постов, постных дней, значит, потому что те отказывались, значит, соблюдать посты, установленные церковью, заявляя, что это есть человеческое установление, не имеющее основания в Писании. Вот, и они постились другие дни, какие сами избирали. И это было уголовно наказуемо в то время в Царской России. И вот, но сами малакане, основатель малаканства Семен Уклеин, он писал так, что мы, год, возлюбили чистое словесное молоко, чтобы возрасти во спасение. Поэтому до сих пор малакане, в основном, малакане и духоборов проживают сейчас в Канаде и США. И основная часть малакан-духоборов в мире вообще, которая существует, это движение большое довольно-таки. Также есть в Южной Америке, в Южной Африке есть, в ЮАР, в Австралии есть община духоборов и малакан. Но в основном, процентов 90-х всех малакан проживает и духоборов в США и Канаде. Канада, это именно, имеется в виду Канада, французская Канада в основном. Значит, и что интересно, я бывал в духоборческих малаканских собраниях, бывал в духоборческих малаканских общинах, очень интересный уклад у них. Хотя сейчас в практикующих малакан, на самом деле, очень немного духоборов и малакан. В основном, это потомки, точнее говоря, малаканы, потомки духоборов, которые, на самом деле, они уже не разделяют этих учений чаще всего и просто себя культурно относят к этому движению. В Канаде, по крайней мере, я сам не был ни разу в Канаде, правда, в Америке я встречал духоборов, малакан много, и в Калифорнии, и в Вашингтоне, и Орегоне. Но, значит, основная масса все-таки в Канаде. Вот, и на Аляске тоже духоборов встречал я, и в Малакан, целое поселение есть духоборческие малаканские. Но, опять-таки, это... А чем они отличаются, например, от протестантов, ну, вообще от протестантов? Ну, у них... Они больше на православных похожи, вообще-то, честно говоря. Хотя, они поют свои гимны, у них свои песники, от протестантов других отличаются ничем, допустим. Они похожи на тех же менонитов, допустим, похожи на тех же самых, ну, ранних протестантов, похожи, да. Хотя, есть водные малакани, и водные малакани, ну, их сейчас не осталось, насколько я знаю. Раньше были водные малакани, это те, которые принимали крещение по вере в Иисуса Христа тоже. Водные малакани. А остальные, они тоже верили в детское крещение, допустим, значит, там. Вот, ну, есть, были... Но, опять-таки, духоборы и малакани. Расскажу вкратце историю, интересную такую. В конце 18-го, вот, в те времена, когда вот Мерисину предлагал, в конце 60-х, да, программу реформ, таких радикальных реформ. В это же самое время, Харьковская, нынешняя Днепропетровская область, Кировоградская область, в Украине, вот в восточной части Украины, да, там зарождалось вот это движение. Малаканство началось чуть попозже в России, в Тамбовщине, Тамбовская губерния. А, значит, духоборчество, вот, Харьковская, Днепропетровская, вот так вот, между ними. Значит, и там есть такое село охочее, вот в этом селе, значит, один мужик, Силуан, да, Силуан его звали, Силуан Колесников. Силуан Колесников и его сыновья, Колесников с сыновьями, Кириллом и Петром, если не ошибаюсь, да, Кирилл и Петр. Может, если интересно. А вообще, ну, запомните Колесникова, Силуан Колесников, основатель этого движения. Значит, его история такова. Это обычный православный мужик, который был религиозным, набожным, и он там помогал ремонтировать храмы. Значит, и, в общем-то, священники ему дарили иконы в благодарность за эту его работу. И у него там было известно, что целый иконостас был. В Канаде издается на английском и на русском, и на французском, кстати, тоже, журнал. Он, ну, у меня был журнал, колонка на русском, колонка на английском идет. Значит, Духоборец. И вот в этом журнале там как раз свидетельство вот об этом Силуане. Но у нас Силуане мало что пишут в православных, допустим, учебниках. Но пишут, что это был такой, как бы, православный обычный человек, который вот стал Библию читать. И дочитался, что отошел от православия. Но нашел Библию он в то время, очень интересно, в то время Библию найти было очень сложно. Только лишь в церквях, и только лишь на старо-ставянском языке. Но Бог усмотрел все. Знаете ли, он как шахматист, он все просчитывал, все ходы. К этому времени Екатерина, она пошла на то, чтобы, значит, открыть границы для иностранцев. И в Восточную Украину очень много переехало иностранцы, и в Поволжье тоже. Много иностранцев. Голландцы, немцы. Это были фермеры, это были, значит, миллиарадцы занимались, сельские люди. Немцы и голландцы. Земля им была дана вечное пользование, немецкая Поволжская республика, потом была образована последствия, значит, и на юге Украины тоже выросли десятки городов, такие как Нью-Йорк, допустим, Донецкой области, значит, там Новый Амстердам, значит, там Антверпен Новый, значит, там, и, значит, много других городов. Было очень интересно таких, они сейчас называются обычно Новошахтерск, там, Красноармейск, там, другие названия сейчас у них. Но тогда, до, вообще, до Второй мировой войны, чаще всего они носили вот такие имена. Значит, кстати, Нью-Йорк в Донецкой области был переименован даже после Второй мировой войны. Уже, значит, его, значит, его, в Нью-Йорке была ставка, значит, фашистского командования одно время, значит, Донецкой области, значит, довольно интересно, Нью-Йорк, Донецкой области, СССР. Значит, а после Второй мировой войны, где-то в 46-м или 47-м его переименовали в Новошахтерск, значит, и Нью-Йорк, Новошахтерск. Так что, я был в Новом Нью-Йорке, Донецкой области, Бродвей там нет, но какой-то брод есть, Безвея. Да, значит, да. И вот, так вот, и эти немецко-голландские колонисты, хотя им запрещено было, собственно, как бы пробовать Евангелие среди местного населения, среди казачества, христианства, русского, украинского, но, но, многие из них, они все-таки делали нечто подобное, то есть, они делали переводы даже на русский язык, Нового Завета, ну, на свой страх и риск, рискуя своим положением, своим здоровьем, своей жизнью даже порой, потому что такие переводы карались, ну, очень жестоко в царской России, тем более, если иностранные поданы этим занимаются, многие из иностранцев, они тайно эти писания распространяли. И вот Силуан достал такие, он продал свою корову, известный факт, что на эти деньги он на черном рынке, будем так говорить, раздобыл себе Евангелие, и духоборческий журнал канадский пишет вообще о сверхъестественном, то, что у него был даже дар грамотности, был именно сверхъестественным, то есть, от Бога. Он не был грамотным в момент, когда приобрел себе Евангелие, и вот он плакал, раскрыв это Евангелие, плакал и просил у Бога, значит, чтобы либо кому-то обратиться, чтобы он смог ему прочесть Евангелие, но это было очень рискованно, потому что если грамотный человек ему бы читал Евангелие, то за это его бы очень большой срок заключения ждал бы. Вообще, даже в конце 19 века, я вот напомню, Лев Толстой, Лев Николаевич Толстой, он присутствовал в Москве на судебных разбирательствах и в Туле, судили тульских мужиков некоторых за чтение одобренных синодом, изданных официально Русской Православной Церковью Библией на русском языке в кругу своей семьи и знакомых. До 10 лет каторжных работ в конце 19 столетия, 1898-1999 где-то годы, самые последние годы 19 столетия, а тем более в 18 веке за это могли казнить, статья еще не была отменена, смертной казнь за такие вещи, потому что чтение Библии в кругу знакомых и семьи даже расценилось как именно агитация, религиозная пропаганда, и она каралась смертной казнью. Притом, обидно было, что статья называлась о богохульстве, представляете, читать Божье слово, богохульство. Ужасно, конечно. Наверное, обиднее все, что даже название статьи было такое, суровое очень такое. И поэтому написано в этом журнале, что он плакал, и вот Бог подарил ему грамотность, он смог читать Писание, смог понимать, разуметь Писание. Кстати, я думаю, это вполне возможно. Вот Бог может все творить вообще. Я знаю рассказ, не знаю, читали вы или не читали, но я читал рассказ о том, как в Африке нечто подобное произошло в наше время. Ну, как в наше время, ну, после Второй мировой войны, одним словом. В наше время в Африке, пишет об этом Эрл Штеген в проповеди своей говорит, Людмила Плетт, «Время начаться улуз Дома Божьего» книга и, значит, другие книги, трилогия есть такая. И она пишет, Людмила Плетт, со слов Эрл Штегена, что есть такое следительство, есть племена заулусов, есть племена африканцев, где миссионеров особо не принимали, не жаловали. А если принимали, то их не слушали и провожали дальше. Вот, так вот, и в этом племени, в одном из таких племен, а миссионеры молились за эти племена, но они не принимали проповедь. Так вот, и один из, сын вождя, сын вождя этого народа, он был в поле, он работал на животных, там эти, ну, быки какие-то. И, значит, и в это время было чудо такое, небо вдруг стало черное, и на небе письмена были. И представляете себе, значит, и вот он смотрел эти письмена, он неграмотный был парень, как и все в его племене, наверное, ну, большинство часть. И вот он смотрел, и вдруг смог читать. И он прочитал, и там было к нему обращение от Бога, было слово к нему, он смог прочитать это, и там было написано, среди прочего, что он должен был читать Библию. И все, и снова небо стало ясное, письмена исчезли. Он бросил все, побежал к себе в село, стал искать Библию, ему говорят, ты что, с ума сошел, а ты что, у нас Библия, во-первых, во-вторых, ты что можешь читать? Не знаю, но я только что читал. И в конце концов нашел он Библию в жилище каком-то там, в своем народе. Миссионеры либо специально, нарочно, либо нечаянно, но забыли где-то там Библию, нашли Библию ему, значит, и он смог читать ее, значит, и смог объяснять ее людям. И вот, говорят, с этого случая, среди черных местных этих народов началось пробуждение, потому что они не воспринимали, на них христианство была религия белых людей, иностранцев, но не их религия. Кстати, этот черный парень, он известным был впоследствии служителем, первый черный проповедник у них там в Южной Африке, в ЮАР, и он был в Йоханнесбурге на конференции у них в столице, и ему, он попросил слово, и ему дали, ну, тогда черных не было проповедников, там были белые все, ну, ему в конце, как представители от народа местного, там, племени, дали слово поприветствовать, как бы, ну, скажешь там, приветствую вас, там, отчумба-юмба, там, лумумба, бананы, кокосы, значит, что ты скажешь такое, приветствие, и все, ну, как экзотику. Значит, и дали ему слово в конце, и он там говорил слово, он говорил слово от Бога, читал из Библии, и вместо там, пару минут, там, все затянулось, ему дали слово больше говорить еще, и он говорил слово, и в конце, когда он выходил с кафедры, то подходили к нему эти вот люди, проповедники, там, многие были белые, и говорили, где вы учились, молодой человек, вообще, ну, Библия, ну, понятно, у всех у нас Библия, но где вы учились, только Библия, все. Вот моя школа. Значит, и это была, ну, сенсация для них, что черный может так проповедовать, во-вторых, что вот так вот, в то время, на черных вообще косились, в то время, в Африке, в Южной, там было, там было режим апротеида вообще, то есть, там нельзя было так вот, в собрании даже, по идее, черным-белым быть вместе-то. Значит, и, так вот, и что еще? Силуан Колесников, он читал писание, и откровение его, почему духоборчество называлось движение впоследствии, Откровение его было по Иоанна 4.24, что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и в истине. И таких поклонников Отец себе ищет. Вот это откровение было его. И, в общем-то говоря, что годы, какие-то годы своей жизни последние, когда он проповедовал, он всегда начинал пробовать именно вот с этого места писания, и начинал плакать, и люди начинали плакать, и молиться, и вот, как бы, вот такие описания есть. То есть, вообще, известно, что духоборчество, оно было по всей Харьковской, Днепропетровской области, по востоку Украины очень мощным движением. Какие документы сохранились? Их очень мало, но в основном это жалобы священников местных в консисторию, Харьков, Петербург, Синод, а также рапорты жандармских офицеров и полиции, значит, на эту тему, потому что во многих селах Харьковской губернии, значит, по рапорту полиции, жандармов не было икон вообще, хотя это было уголовно наказуемо, но сам Силуан, он был в нелегальном положении. Жандармы за него платили, за его голову, за поимку его предлагали большие вознаграждения вообще. Он был в розыске, но ему удавалось избегать в руку полиции и его последняя часть жизни, она была нелегальная, она была такая в условии конспирации, подпольная. Его перевозили крестьяне там, то описывают, то в капусте его прятали, то заваливали его, то в какой-то соломе там перевозили его. Вот от села к селу были свои конспиративные квартиры, я обычно такие, но в основном собрании были в лесах, где-то там, где-то в полях уходили за село, без света, потому что, ну, чтобы их не вычислили, собирались и молились. И, значит, да, и священники Харьковской губернии жаловались, допустим, в консисторию, тоже есть документы, справки об этом, вот тех лет, что в их селах, где раньше там регулярно люди причащались, исповедовались, теперь никто не исповедовался, не причащаются, а при обысках, осмотрах зданий, помещений, домов их, да, не нашли ни одной иконы там вообще. А сам Силуан, что он сделал? В своем селе Охочем, вместе со своими сыновьями, Кириллом Петром, он вынес весь свой иконостас, у него был целый иконостас дома, разных икон, как у набожно такого религиозного мужика, и на глазах у всего села спалил все это, и сказал, что вот и Бог есть дух, и я буду поклоняться Богу в духе и в истине. Но по тем временам это была смертная статья, если бы не его сожжение икон, то, конечно, его ждало бы тюремное заключение, но его бы не казнили, хотя, кто еще знает, но акт сожжения икон был в то время смертной статьей, и сознательной, умышленной тем более, с публичным отречением православия. И он ушел на нелегальное положение, и вся сторона его жизни, его, говорит, арестовали, уже мертв, самое интересное, один мужик выдал его местонахождение полиции, и когда полиция, жандармы ворвались в тот дом, говорит, они нашли его мертвым уже, он на коленях уже был мертв, в молитве так и умер, но тело было бездыханно, он также на коленях стоял, и в руках у него был только лишь Новый Завет, все. Вот, значит, и как бы, вот, арестовали уже покойника, уже арестовали, вот, старца, а его сыновья, Кирилл и Петр, они дело продолжали, они ходили, значит, кстати, сверхъестественное было у них служение, у самого Силуана Колесникова, говоря, что у него был тоже дар языков, значит, и сверхъестественное было заступничество какое-то, потому что его часто путали, то, допустим, пишут, мужики видят его, Силуана, а жандармы видят, допустим, мешок пшеницы вместо, Силуана, понимаете, как бы, обман зрений какой-то такой наступал, то есть, были такие сверхъестественные такие моменты, хождение по воде, допустим, значит, был разлив, значит, и надо было идти в другое село, значит, и, ну, ни лодки, ничего, но его вдруг обнаружили в другом стиле, как раз за разливом. То есть, каким образом прошел? Ну, по воде ходил. То есть, такие моменты сверхъестественные. Кирилл и Петр, его сыновья, продолжили дело отца. И вообще-то, духоборчество, оно развивалось очень мощно, конечно. Но многих проповедников тогда забивали до смерти шампалами полиция. Была секретная инструкция такая, министерство внутренних дел Российской империи. В конце XIX века она была вновь издана, эта секретная инструкция. Только лишь в XVII году ее рассекретили, эту секретную инструкцию. И сегодня она известна нам, эта инструкция, по которой жандармские офицеры, инструкция для жандармских офицеров при арестах Малакан, духоборов и штунда-баптистов говорила, что если при аресте выясняется, что этот такой-то гражданин является опасным, он является проповедником, как бы организатором секты, то провоцировать убийство при задержании. Либо с выстрелом, либо каким-то образом, другим образом. То есть, доводить до смертного случая. И в этом случае, согласно этой секретной инструкции, инструкции от Министерства внутренних дел Российской империи, это было по всем жандармским управлениям всей Российской империи было разослано. Инструкция для жандармских офицеров. Что по этой инструкции значило, что за убийство никакого преследования не будет для этих офицеров. А евангельские христиане много писали в конце XIX века, что часто при задержаниях жандармы были очень жестокие, и даже были случаи расстрела на месте из револьвера. И не знали, почему такая жестокость, откуда. А потом только лишь после революции узнали, что это было секретное распоряжение такое, которое провоцировало офицеров к такой грубости, и даже к убийству на месте при задержании евангельских христиан. Но в XIX столетии это было очень, конечно, страшным таким событием. Целые села с Харьковской губернии, целые села в полном составе были арестованы и высылались за Урал, в Сибирь, на постоянное жительство. И вот такое было событие. Конечно, репрессии были сильными, но Евангелие распространялось. Слава Богу, что мы живем в наше время, да? Что мы живем в XXI столетии. Слава Иисусу! Пусть Бог благословит тебя!